всем привет с вами фото пока без студии и сегодня мы с вами создадим вот такую вот фэнтези картинку называется фэнтези луна но прежде чем начать хочу предложить вам подписаться на мой телеграм-канал там я публикую анонсы разные голосования еще много интересного ссылка в описании а теперь поехали создаем новый документ 3000 на 1800 ориентация горизонтальная идем в создание нового корректирующего слоя и выбираем цвет ставим 2c 2d 2d если установленный фон сливается то в параметрах поменяйте оформление фотошопа идем файл поместить встроенные и выбираем фото с холмами подгоняем его если это требуется далее нажимаем правой кнопкой мыши по слою и выбираем пункт растрировать слой выбираем инструмент быстрое выделение выделяем холмы чтобы отделить холмы от неба нажимаем на маску правой кнопкой мыши нажимаем по маске и выбираем выделение и маска в открывшемся окне выбираем инструмент уточнить края и проводим по краю холмов там где было дерево будьте аккуратны в боковом меню сместить край ставим чуть левее и добавляем чуть-чуть растушевки вывод ставим в новый слой удаляем слой с холмами и маской идем файл поместить встроенные и выбираем фото с звездным небом не забывайте что это можно делать и простым перетягиванием я вам показываю разные способы подгоняем под нашу картинку перемещаем слой со звездами ниже слоя с холмами нажимаем на этом слое правой кнопкой мыши и выбираем растрировать слой стоя на слое со звездами нажимаем ctrl u цветовой тон насыщенность и насыщенность выводим на минус 100 идем фильтр размытие размытие по гауссу примерно на два пункта придаем звездам смазанность дальше идем файл поместить встроенные и выбираем фото с месяцем уменьшаем и чуть-чуть поворачиваем наш месяц правой кнопкой мыши растрировать слой создаем новый корректирующий слой цветовой тон насыщенность привязываем его к слою с луной и яркость выводим пока что на плюс 100 то есть полностью далее мы ее подрегулируем становимся на слой с холмами и добавляем новый корректирующий слой яркость контрастность увеличиваем теперь черной мягкой большой примерно 500 пикселей со стопроцентными параметрами кистью клацаем под луной проверьте чтобы вы стояли на маске слоя яркость контрастность тем самым мы добавляем свет от луны далее нажимаем control t свободная трансформация и растягиваем свет по сторонам создаем новый слой привязываем его к холмам и белой кистью со стопроцентными параметрами клацаем один раз возле луны режим наложения меняем на перекрытие и control t трансформируем таким образом чтобы чуть-чуть усилить свечение под луной далее выбираем терку кисть терки ставим одну из травинок кстати все материалы вместе с кистями оставлю в описании под видео пожалуйста пользуйтесь как добавить кисть сейчас посмотрите выбрали кисть с травинкой и стираем низ луны таким образом делая эффект как будто луна стоит в траве открываем в новом окне человека и инструментом моментом «Быстрое выделение» выделяем человека, нажимаем на маску, с правой кнопкой мышки по маске выбираем «Применить маску», идем «Изображение», «Вращение изображения», «Отразить холст по горизонтали», инструментом перемещения перемещаем человека на нашу рабочую область, уменьшаем, штампиком убираем остатки букв, далее пером выделяем ноги, по выделенной области нажимаем правой кнопкой мыши, образовать контур, а теперь инструментом перемещения поворачиваем чуть-чуть ноги таким образом, будто человек оперся об луну, теркой с кистью трава делаем эффект травы на ногах, таким образом, как мы делали это на луне. Добавляем слой с кривыми и привязываем его к слою с человеком, верхнюю точку кривой смещаем влево, осветляя человека. Маску инвертируем и белой мягкой кистью прорисовываем спину, то есть заднюю часть человека, добавляя тем самым свечение от луны. И напоследок можно корректирующими слоями еще сильнее вписать человека в общую картину. И в цветовом тоне насыщенность, слоя с луной, поиграться с яркостью луны. На этом все, с вами был фото пока без студии, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм, комментируйте, видео. Я читаю каждый ваш комментарий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok